И лита! Арксплюй Продакшн представляет! Давайте я вам напомню, когда-то я выкладывал видео, к сожалению, оно было одно из той серии, да, Дота 2 Вызов. Там я использовал свою тоже программу, да, она рандомно выдавала мне предметы, способности, и я выбирал случайного героя, ну, в том видео это был Джекира, да, и показывал вам. Смысл в том, что под тем видео очень много комментариев писали, просили, чтобы я дал им эту программу. Но, к сожалению, я не мог этого сделать, потому что программа была написана на платной платформе. Но, именно для вас я написал отдельное бесплатное приложение ВКонтакте. Называется, еще раз говорю, Арк Челлендж. Давайте прочтем описание в нашей группе. Это приложение для крутых игроков Дота 2. Крутых. Осмелишься ли ты кинуть себе вызов? Или кинуть вызов своему товарищу, собутыльнику? А что если это будет сделано публично? Ключевое слово, публично. Не просто там, эй, ну, ты можешь там сделать, нет? Не можешь, ну ладно. А публично. Прямо на твоей или его странице. Чтобы увидели все. Если у тебя тонка кишка, лучше даже не запускай. Так что запомните, это приложение, у кого есть стальные яички. Самое главное, смотрите, приложение без уведомлений, без рекламы и лишних всплывающих окон. Ну, как обычно все. То есть, обычная чистая программа от меня. Все очень просто. Давайте перейдем к самому приложению. К самому приложению. Смотрите. Вот наше приложение. В чем его суть, да? Запускаем приложение. Все сделано в стилистике Доты 2. Даже интерфейс. Тот самый интерфейс, который я обожаю. Все сюда я засунул. Все написано с нуля. Запускаете приложение. У вас этих окошек не будет в начале. Здесь будет кнопка или повторить вызов, или бросить вызов. Эта кнопка, она перебрасывает вас на то самое видео. Дота 2 вызов, где я заджекирую, выполнял вызов. Ну, кому интересно, посмотрят. Нажимаем. Бросить вызов или повторить вызов. Нам рандомно выпадает герой из всех героев. И 6 предметов рандомно выпадают. В первом слоте всегда будет тапок. А дальше выпадает 3 предмета по средней стоимости случайных предмета. И 2 предмета уже более-менее дорогих. То есть, как бы все задумано, да, чтобы вы могли собрать эти предметы. Потом у нас открывается это окошко. Написаны условия. Все очень просто. И самое главное оценки. Я понимаю, что может быть такое, да, что быстро закончилась игра. Вы собрали только 4 предмета. Но, значит, оценка, ну так, нормально, неплохо. Это все могут сделать. 5 предметов уже получше. 6 просто великолепно. Ну, 5 с плюсом. Яйца у тебя вообще золотые. Ну, здесь написано про доказательства и так далее. Нажимаем принять. У нас открывается окошко. И предлагается, чтобы мы на своей странице опубликовали данный вызов. Здесь будет написано вызов принят. И это увидят ваши друзья. В этом и есть вся суть, кстати. Что все видели, что вы приняли вызов. Что вы мужик. Ну, или девушка крутая. Также мы можем нажать вызов другу. У нас открывается окошко. Загружается список ваших друзей. У меня здесь список аж 800 друзей. 800, понимаете? Спокойно загружается. Выбираете и нажимаете отправить. Все то же самое. Открывается окошко. Здесь вы увидите, что будет написано там. А кому? А давайте даже попробуем кому-нибудь. А самое главное, что стена должна быть открыта. Давайте я сейчас покажу, как это выглядит. Отправим типа собутыльницы. Вот, собутыльница моя. Нажимаем отправить. Делается скриншот данного окна. При этом убирается все лишнее. И вот вы видите, да? Вот, что мы будем отправлять на стенку. Кому отправляем. И вот он скриншот какой. То есть, видите, здесь убираются кнопки принять, кинуть вызов. Убирается список друзей. Здесь меняется кнопочка на вызов принят. И все. То есть, все оформлено идеально. Дальше принимаете вызов и выполняете. Желаю всем удачи. Кстати, ссылка на данное приложение будет в описании к этому видео. Также я постараюсь сделать так, чтобы данное приложение появилось в каталоге ВКонтакте. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.